Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, наверное, хочется отметить, что не совсем понятно, кому адресован ваш вопрос. То есть про такие вещи, как исполнение желаний и мысли о них, например. Это, мне кажется, больше к эзотерке. Относится к психологии, я бы сказал, что такими вещами вообще, говоря, не занимаются. Вот, мне кажется, несколько странным, что вот, беря такую, несколько мистическую, несколько нереалистичную концепцию того, что если о желании думать, что оно исполнится, вы как бы, ну, пытаетесь с этим еще совладать и некими психологическими техниками, некоторыми психологическими моментами. Мне кажется, что это как минимум немного странно. Вот. Дальше. Ключевой момент в том, в вашей ситуации, как мне кажется, что вы ждете исполнения желаний. Вот. Дело в том, что может быть ваше желание и исполнится. А может быть и нет. Мне кажется, что важнее немножко другое. Мне кажется, что важнее, что пока желание не исполнится, вы по сути ничего не делаете. То есть по сути вам ничего не интересно. И мне кажется, что это является ключевым моментом, что вот кроме, кроме, кроме вашего желания, такого, вас ничего больше не интересует. Вот мне кажется, что в этом, собственно, и является проблема. то есть я бы здесь смотрел в сторону того, чтобы расширять круг свой. Круг интересов я бы смотрел в сторону того, чтобы расширять круг своих увлечений. Вот. Я бы смотрел в сторону того, чтобы увлекаться, может быть, не только тем, что составляет суть, может быть, или основу вашего желания, которое вы хотите, чтобы исполнил. Но еще и чем-то другим, мне кажется, очень важно увлекаться, мне кажется, очень важно на что-то другое обращать внимание. Вот. Если вы этого не делаете, если вы не обращаете внимания на какие-то вот другие вещи, да, если вы не интересуетесь ничем другим, например, то, на мой взгляд, естественно, вы будете ждать, того, чтобы ваше желание исполнилось. То есть, здесь, как мне кажется, одно вытекает из другого, а именно, ваша сосредоточенность вытекает именно из того, что вы на этом целиком и полностью концентрируетесь. и мне кажется, что это является ключевой, наверное, вашей ошибкой, на которую можно и нужно обратить ваше внимание. То есть, дело здесь не в техниках как таковых, потому что, на мой взгляд, одну аффирмацию вы пытаетесь заменить другой. Дело, мне кажется, немножко не в этом. Дело, мне кажется, в том, чтобы вам расширить свое восприятие. Расширить не в том смысле, чтобы как-то изменить, например, свое сознание, да, а расширить в смысле сделать так, чтобы это желание что-то для вас менее значило, ну, не обоценить его, а именно вывести на периферию какие-то другие интересы, какие-то другие вещи, какие-то другие истории, какие-то другие важные для вас элементы. Вот. Мне кажется, что это и есть выход из вашего положения, потому что желание может меняться, желание может исполниться, может нет, вы можете переходить элементарно, да, вы можете просто перестать хотеть того, что вы хотите, хотите, на данный момент, несмотря на то, что вам хочется этого сильно, несмотря на то, что, возможно, вам кажется, что вы будете хотеть, например, того, чего вы хотите всегда, вот, все равно вы, как бы, вы можете переходить элементарно, переходить просто, вот, и возникает как бы, логичный вопрос, да, а что делать дальше в таком случае, вот, и, собственно, на мой взгляд, это вот и является, как бы, ну, вот, таким вот ключевым, наверное, аспектом, да, ключевым, а, ключевым, именно, а, элементом, в, ну, вот, в этой, ситуация, как мне кажется, повторю, а, вот, а, другой вопрос, как бы, что вы хотите с этим делать, да, и хотите ли вы вообще с этим что-то, что-то делать, а, ну, что, я могу допустить, что, что ничего, в принципе, ничего делать вы с этим не хотите, ну, ну, например, да, как бы, вот, поэтому, это вот, такая история, довольно-таки, я бы сказал, наверное, деликатная, вот, потому что, ну, как бы, именно деликатность, это история, связанная с тем, что, вот, вы, вы, а, расширите свое, свое восприятие, ситуацию, которая у вас есть, вот, а, техники же, на мой взгляд, как бы, проблемы не решают, техники, на мой взгляд, никак не справляют, на мой взгляд, техники, на мой взгляд, как-то облегчить, конечно, конечно, облегчить, ваше состояние, вот, но, проблема, не решает, корни, вот, но, она, проблема, я имею ввиду, в корни, и не решается, таким образом, то есть, решается, от психотерапии, вот, еще один, аспект, указывающий, на то, что, возможно, вы ошиблись, а, адресом, задавая этот вопрос, это, то, что вы хотите советовать, вот, как, сказал, мой коллега, Кудрышев, Игорь, Леонидович, да, что, психологи, советов не дают, это, ну, совершенно, верно, история, вот, совершенно, адекватна, потому что, если мы, даем, вам, совет, то, получается, что, как бы, мы берем, таким образом, ответственность за вашу жизнь, вот, а это, еще раз, повторюсь, не решает, проблемы, то есть, это не делает вас как-то, ну, как-то, более, самостоятельны, более независимы, да, это не делает вас, ну, в том числе, вот, и самодостаточны, консектированное желание, опять же, и так далее, иными словами, речь идет, здесь, именно, про, сверхмотивацию, вот, то есть, именно, сверхмотивация, вам, здесь, на мой взгляд, и не позволяет, двигаться, по направлению, которая выходит, вот, на мой взгляд, опять же, как это, мне видится, по крайней мере, вот, понятно, что, я могу ошибаться, вот, понятно, что, могу я, быть, не прав, вот, что, ну, понятно, что, могут быть, разные аспекты, как бы, как бы, Но мне кажется, что на ключевой момент я обратил ваше внимание, мне так кажется, и мне хочется в это верить сейчас. В принципе, наверное, на этом все. То есть вопрос сверхмотивации решается в психотерапии, потому что здесь есть конфликт. С одной стороны, у вас есть предметная мотивация, связанная непосредственно с желанием, а с другой стороны у вас есть ощущение, что для вас это слишком затверно, слишком дорого. Ну, именно по почувствам, что есть. Соответственно, вот здесь есть конфликт. И, соответственно, нужно в этом, с этим разбираться. Вот. Потому что, ну, так вот давать какие-то общие советы, да, общие какие-то рекомендации вам, ну, не знаю вас, не знаю вашей истории, но, на мой взгляд, опрометчиво. Потому что вы можете всегда, в принципе, сказать, что, ой, нет, на самом деле там ситуация не совсем про меня, да, и на на самом деле я, например, имел в виду совсем другую, ну, например. Например. Вот. Поэтому тут вот есть такие особенности, тут есть вот такие нюансы, как мне кажется. И, соответственно, мне кажется, что очень надо бы обратить внимание на это, в первую очередь. больше уже смотреть, ну, в зависимости от, ну, от ситуации. В зависимости от ситуации. Вот. То есть, ну, в зависимости от того, какую вы, например, будете давать обратную связь. Например. Или в зависимости от того, какие у вас будут реакции. На, допустим, ну, на то, что вот. Я вам, например, говорю, да. Или мои коллеги вам говорят. Не так. Это важно. Как мне кажется. Принципы. Вот. Поэтому. такой ответ. Я надеюсь, что это вам было последним. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделаете. Вы вот надеюсь, что либо вы переадресуете свой вопрос в раздел эзотерики, если все-таки больше вот про эту сферу, про эту часть. Вот. Или обратитесь к психологу, например, приватных, то есть лично к кому-то, к какому-то специалисту, например. Или вы, допустим, более развернуто опишите свою проблематику непосредственно в общих вопросах. Хотя общий вопрос, они больше, скажи, именно для какого-то, ну, направления, да, как бы, как бы. Вот. А не для того, чтобы реально решать проблему. Поэтому этот аспект тоже нужно иметь в виду вам. Если вы хотите, опять же, повторюсь, свою проблематику решить. Вот. А вот примерно такой ответ я могу вам дать сейчас. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работать, если вы в этом заинтересованы. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Удачи! Удачи!